Музыка Всем привет! С вами Николай Лелько на канале Некстрок. Свои рецепты блинов и борща есть у многих европейских именитых шеф-поваров. А вот странное блюдо из овощей и кваса, которое французы грубо прозвали лимонад для свиней, за пределами нашей страны, увы, признания не получило. А между тем, этот холодный суп с наступлением жарких и теплых деньков появляется на каждом нашем столе. Это окрошка, друзья мои! Музыка Окрошка это одно из самых популярных летних блюд, спасающие от жары, в основе которой лежит либо квас, либо кефир. Название этого блюда произошло от слова крошева, которым называли все, что туда крошили. Раньше в нее крошили, в прямом смысле слова, все, что было на огороде. Заливали холодным квасом, добавляли мясо или рыбу. Особой популярностью пользовался говяжий язык. Все варьировалось и зависело от того, что есть у распоряжения у хозяйки. Первоначально окрошка подавалась как закуска, а не как холодный суп. Нарезанные продукты выкладывали на блюдо и не заливали квасом заранее. Квас подавали в глиняных кувшинах в стол. В принципе, так сейчас подают. Много наших ресторанов и кафе. В старину окрошку готовили на капустном и огуречном рассоле. Мы же сейчас приготовим на квасе и кефире. Эстеты спорят, как нужно резать овощи. Мелко чуть ли не в крошку, чтобы было оправдано название. Или же допустимы вольности, вроде кружочков, редиски и огурца. Истина наверняка где-то посередине. Так что лучше всего полагаться на собственный вкус. Как сделал это я. Я же любитель это делать соломкой. Получается быстро и на вид интересно. По моему мнению, окрошка может быть овощной, мясной или даже рыбной. Но в ней обязательно должны присутствовать редис, огурец, зелень. И как правило, картошка с яйцом. Самое главное определиться с жидкой основой для окрошки. Классический вариант это окрошка на квасе. Но знатоки утверждают, что не любой квас подойдет. Правильный напиток для окрошки должен быть кислым и светлым, почти белым. И конечно не магазинным, а приготовленным самостоятельно дома. Другой вариант основы молочно-кислый. В ход может пойти нежирный кефир, ряженка, кисломолочный ран или тан, а также молочная сыворотка. Чтобы добавить окрошки немного остроты, используют горчицу, черный перец, хрен или табаско. Главное правило, овощи заливают жидкостью перед самой подачей на стол. Соблюсти его совсем не сложно. Ведь все подготовленные и нарезанные ингредиенты можно хранить в холодильнике и достать буквально за 5 минут до обеда. Квас или другая жидкость, которой вы заливаете окрошку, обязательно должны быть холодными. И даже сами тарелки, в которых вы будете подавать суп, к столу можно предварительно подержать в холодильнике. Ну а тем, кому этого мало, могут добавить в тарелки с окрошкой несколько кубиков льда. Я бы вам не рекомендовал никаких рецептов или пропорций. Потому что считаю, что окрошка это то блюдо, которое должно делаться на свой вкус и свои ощущения от своих предпочтений. Все, что находится в этих тарелках, я взял по весу 1 к 1. Ну, если честно, даже и не взвешивал, просто взял на глаз по объему. И это тоже порой правильно. Потому что я готовлю для себя. В роли мяса можно брать, как говядину, как говяжий язык, как курицу, как копченую курицу. И я взял ветчину. Итак, друзья, перейдем от слов к делу. Зальем вот это чудо в наших тарелках теми заквасками, что мы приготовили. И насладимся этим супом в этот жаркий день. А вам рекомендую подписываться на мой канал, ставить этому видосу лайки. И писать в комментах, какими супами балуетесь вы в жаркое лето. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok